Пикер Максим Завгородный с киевского офиса DataArt компании нашей замечательной. Тема, когда бизнесу нужен блокчейн. Добрый день, коллеги. Позвольте, прежде чем перейти к докладу, попросить вас поднять руку, кто считает, что блокчейн это в основном криптокаренси и все, что связано с трейдингом и так или иначе с финансами. А кто считает, что блокчейн это технология, потенциал которой до конца еще не раскрыт и бизнес вот только-только начинает вникать вообще, что происходит. Круто, продвинутая аудитория, класс. Окей, меня зовут Максим, я занимаюсь около трех лет уже разработкой и проектированием децентрализованных систем на базе блокчейн. Сегодня доклад будет не столь технически углубленный, а попытаемся с вами разобраться в тех кейсах, которые бизнесу нужны для того, чтобы понять, применять блокчейн, либо блокчейн будет для галочки, просто для хайпа. Переходим к адженде. В общем, попытаемся изначально заглянуть в исторические причины, так вкратце пройтись вообще, что поспособствовало возникновению данного концепта, технологии как таковой. Затем посмотрим с точки зрения технологий, что происходит за сценой этих всех модных слов таких блокчейн, биткоин и прочее. После чего сравним немножко технологии классического подхода client-server и peer-to-peer. Затем затронем несколько, один из концептов, который называется distributed ledger. И после чего перейдем уже к живым таким примерам. То есть посмотрим, как в бизнесе, какие бывают кейсы, где вот блокчейн матчится, перфект, отлично совсем. Но также в двух словах затронем смарт-контракты и децентрализованные аппликейшены с точки зрения, опять же, бизнеса. Окей, исторические причины. Достаточно давно в воздухе витала идея, которая была связана с децентрализацией. То есть в обществе назревало такой вопрос доверия, когда участники сети хотят взаимодействовать друг с другом, обмениваться какими-то транзакциями, информацией, при этом исключив центральный сервер, какую-то точку доступа, которая может регулироваться, может управляться, отключаться. То есть это была одна из таких первых основных причин. Вопрос доверия был уже упомянут, но опять же, я не знаю своего участника другого, которому я буду делать payment транзакцию. То есть я не могу ему доверять изначально. Но система должна обеспечить возможность валидации и проверки всевозможной и подтвердить, что данная транзакция не будет скомпрометирована, что участники получат во время обмена то, по чем они подписались. Также немаловажный фактор – это неизменяемый digital ledger. То есть мы должны гарантированно предоставить как бы proof, что наши все транзакции, которые ушли в наш блокчейн, либо в наш storage, они являются неизменяемыми, даже если мы являлись инициаторами этой транзакции. Нет центрального сервера, нет точки, единой точки отказа. То есть очень важный фактор также. То есть понятно, что при классическом подходе, который чуть далее рассмотрим, у нас есть центральный сервер. Если он недоступен, у нас, собственно, сервис недоступен. В данном случае при децентрализации системы мы находим ближайшую ноду и получаем сервис непосредственно с ближайшей к нам ноде. Также одна из причин – это эквивалентность данных, прав и стандартов API. То есть в наши дни мы можем наблюдать массу проектов, в которых идет разработка в плане некой прослойки, некого адаптера для того, чтобы один API подружить с другим. То есть видоизменить формат, там все это поднастроить и просто обеспечить работу. Это накладывает на себя дополнительное время на разработку, на саппорт этого всего. Также у нас возрастает вероятность возникновения ошибок дополнительная. Человеческий фактор. Люди склонны допускать ошибки по разным причинам, умышленно-неумышленно. Но по факту, опять же, нужно пруф получить, где на уровне технологии, на уровне системы мы будем гарантировать, что какие-то ошибки будут, если не исключены, то минимизированы. Ну, собственно, это вот кратко об исторических причинах. Окей, теперь давайте забудем на время о всех этих модных словах, блокчейн, криптовалюты. Просто посмотрим на технологии, как они есть и, собственно, что такого используется, что выстрелило. То есть сравним два подхода. Первый – это client-server-oriented, и второй – это peer-to-peer. С точки зрения такого, как persistence, content, cost, privacy, дополнительные моменты. В классическом подходе с client-server-инфраструктурой наш ресурс, который мы располагаем на центральном сервере, может быть удален в любое время либо оунером данного ресурса, либо администратором. То есть у нас нет четких гарантий, что с нашими данными ничего не произойдет. Плюс данные могут быть недоступны, если сервер данный либо недоступен, либо заблокировал. То есть чтобы обеспечить работу отказоустойчивую с client-server, нужно разворачивать разные зоны, регионы, то есть дополнительно еще делать настройки. В качестве peer-to-peer сетью наш ресурс не может быть удален, потому что вся сеть является и оунером, и пользователем. Наш ресурс дублируется на ноды, и, собственно, у нас гарантия того, что информация, ну, как бы, вот она доступна, и нет такового владельца, нет точки, которая может взять и отключить просто нас, либо эти данные удалить. Что же касается контента, контент в peer-to-peer нодах всегда будет идентичен и распределен по нодах. Если мы говорим, допустим, о стандартном паблик, паблик, консенсусе. Касательно же client-server, ну, понятно, данные могут быть изменены, то есть он в owner, либо тот, кто обладает привилегиями для доступа и изменения данных, может просто эти данные поменять, то есть у нас нет никаких гарантий. Касательно стоимости в client-server у нас идут затраты только на покупку оборудования, ресурсов данной площадки. Если же мы используем ноду, которую устанавливаем у себя, мы должны помнить, что у нас необходимо еще добавить дополнительный там storage, какие-то процессорные мощности, то есть некие еще затраты. Ну, например, тот же эфир сейчас около 200 гигабайт, блокчейн весь, если мы его синхронизируем, то есть мы должны вот такой disk space добавить. Что же касается privacy, то в классических peer-to-peer достаточно сложно детерминировать, кто является инициатором транзакций. Если у нас нет четкой привязки адрес и, собственно, owner, то есть его какие-то данные, его ID, например. То есть если он не проходит какую-то процедуру KYC-AML и не привязывает жестко там свой адрес к своему ID, нам, ну, как бы сложно понять. Есть какие-то транзакции, окей, они иммутабильные, то есть все это как бы децентрализованно распределено, но owner мы не знаем. Также, если мы хотим обеспечить полную анонимность, то есть технологии, которые позволяют, допустим, при пейменте транзакций делать, ну, допустим, тот же Zcash, который вот как бы одна из его таких фич. Что же касательно client-seer, ну, здесь очевидно, да. То есть если есть owner-ресурсы, то можно там вплоть до любого клика, там мышкой на какие-ресурсы, то есть полностью все логи, все данные собрать. То есть кратко подытожим. Мы видим две различные, как бы, подхода при построении технологий. И вот блокчейн, вот это ориентация на peer-to-peer, как в базовом своем приближении. Опять же, кратко, преимущества недостатки пройдемся. То есть преимущества, понятно, были названы. Нет центрального сервера, администратора, owner. Данные всегда доступны. И там окей, то есть не работает одна нода, подключились к ближайшей. То есть если даже одна нода доступна в системе, и эта нода синхронизирована, мы данные получим. Zero downtime, то есть это связано с data availability. Mutable data storage, то есть это то, что решает вопрос доверия. Быстрая синхронизация данных и актуализация. То есть если мы рассматриваем классический подход client-server, и у нас в разных контрпартиях находятся наши центральные сервера, то бывают тайминги синхронизации этих данных. То есть, допустим, один бизнес обладает информацией на текущий момент, но он еще не просинхронизировался с другим подразделением. Либо при синхронизации произошли какие-то сбои. И другой бизнес, он, в принципе, еще актуально данные не имеет. В качестве же peer-to-peer при прохождении транзакции участники автоматически получают эти данные, подтягивают. То есть этот вопрос уходит. Ну и недостатки. То есть это при peer-to-peer у нас нужно необходимые ресурсы приобрести. Для построения, допустим, приватных каналов классической peer-to-peer public network достаточно такой сложный вопрос. И чуть позже посмотрим, как его обойти. Что можно предложить, если мы хотим сделать в нашей сети между, допустим, миллион участников, каких-то 100 участников объединить в приватный канал и обеспечить между ними закрытую коммуникацию. Также из недостатков дополнительные есть моменты, если мы рассматриваем запуск наших смарт-контрактов в виде децентрализованных аппликейшенов. То есть поскольку никто не является оунером данных, и вот тот код, который мы загрузили, в принципе мы не сможем там как подфиксить, перезалить на продакшн, как client-сервер, и все это, в общем, запустить. Окей, что же помимо peer-to-peer? Помимо peer-to-peer есть такой еще парадигма, подход distributed ledger. То есть он, допустим, хорошо используется, один из основных, кто использует, это R3-корда. И вот как раз из преимуществ данного подхода, понятно, он включает те же самые компоненты, которые в классическом peer-to-peer, то есть zero downtime, immutable data storage, то есть все вот эти вот фишки peer-to-peer есть, но также там добавляется возможность использования организации приватных каналов. То есть более всего данный distributed ledger подходит для бизнес-to-бизнес решений. И вот в качестве примера можно рассмотреть участников нашей системы, там есть Alice, Bob, Carl и прочее. И транзакции, которые проходят между Alice и Bob, Alice не совсем видно, окей, между Bob и Carl, они не должны быть видны, то есть транзакции Bob, они должны быть видны следующим участникам. Вот как раз данный концепт, он в этом и заключается. То есть при создании транзакции между определенными участниками только и только данные участники валидируют, подписывают и сохраняют данные транзакции между собой. Остальные участники об этих транзакциях вообще ничего не знают. То есть по сути у нас получается такая возможность создать приватные каналы внутри одной большой блокчейн-инфраструктуры. Из недостатков. Мы должны подумать о организации дополнительных бэкапов, потому что есть вероятность того, что одновременно два участника, которые… ну вот приватная сеть состоит только из двух участников, и мы не можем гарантировать, что одновременно эти участники не утратят свои данные. Поэтому мы должны организовать еще бэкапы этих данных. Либо же включить еще какие-то дополнительные ноды. Ну, собственно, чем больше нод, тем вероятность того, что мы потеряем наши данные ниже. Окей. Для чего же еще используется блокчейн? То есть immutable ledger, транзакции. Но это не все. Есть еще смарт-контракты и децентрализованный аппликейшн, как следствие этого. Вот бизнес сейчас все больше и больше смотрит в эту сторону, чтобы использовать не только в качестве ledger, в качестве payment транзакций, но еще имплементацию некой логики, которая будет как бы proof имьютабильная и в качестве каких-то state-машин производить действия. Допустим, с покупкой и продажей недвижимости, либо с какими-то обменами, либо, ну, в общем, такие всякие подобные кейсы. Какие же преимущества и недостатки, если мы рассмотрим классический сервис и смарт-контракт? То есть имплементацию сервиса на базе смарт-контрактов. Ну, понятно, из преимуществ мы получаем тот же zero downtime. Потом такая вот важная особенность – это гарантии soft execution. Что это значит? Если кто-то из пользователей данного приложения, данного смарт-контракта, запускает на выполнение данный смарт-контракт-сервис, то, собственно, никто не сможет прервать это выполнение. То есть смарт-контракт, если получил, начал выполнение, не придет какой-то там owner-сервера и не отключит. Это как бы очень важный момент. Еще интересные детали касательно перформанса. То есть я специально добавил его и в преимущества, и в недостатки. И вот как бы перформанс для private сетей, и перформанс для public сетей. В качестве перформанса в private могу привести пример, допустим, эфириума. Мы выжимали на консенсусе proof of authority около 4000 транзакций в секунду пейментов. Также можно использовать дополнительные лейеры в качестве приватной сети на, допустим, эфире, такие как Parity Bridges, либо же Polkadot, либо же Raiden, и получать некий лейер, который будет производить транзакции вне приватной сети, а с приватной сетью делать только как бы слепки, либо некие моменты синхронизации конечных состояний. То есть у нас, допустим, в течение дня наш бизнес там обменивается транзакциями очень-очень активно, а в конце этого дня, бизнес дня, мы берем и конечный стейт уже там балансов либо какие-то данные просто загружаем уже в наш блокчейн. Таким образом мы там на порядке можем увеличивать производительность. Ну, с паблик тут очевидно, то есть всем, наверное, прекрасно известен криптокитис, да, и там начинаются проблемы с перформансом. Также к недостаткам можно отнести вопросы с багофиксингом смарт-контрактов. То есть здесь очень нужно быть осторожными, понимать, что если мы допустили какой-то баг, либо в бизнес-логике, либо в коде, мы не сможем взять и просто проапдейтить наш смарт-контракт. Как вариант, мы можем сделать некую отсылку на следующую версию смарт-контракта, включить ее в текущей версии, но там всплывают тоже свои ограничения, вопросы аудиторов, потому что если мы делаем референс и говорим, что мы там когда-то перейдем, то мы можем, в принципе, заимплементировать что-то там такое свое, да. Поэтому есть такой кейс. Окей, ну, совсем кратко базовый пример о смарт-контрактах и почему бизнесу это интересно. Классической схемы, допустим, exchange, покупка-продажа, properties, мы исключаем огромное количество контр-патис в виде юристов, каких-то процедур, мы экономим время. Просто есть смарт-контракт, в котором четко описано состояние, какой-то state. Если покупатель перевел деньги, то права перешли покупателю. То есть это все зашито в смарт-контракт. Он иммютабильный, можно его открыть, посмотреть с любой ноды. И информация о данной сделке, она, в общем, будет существовать, пока хотя бы одна нода существует. То есть вопросы какие-то с тем, что кто-то потерял документы либо в документах их подделал, они исключаются. Потому что после того, как произошло две транзакции, то есть обмен, перевод денег и перевод свойств прав недвижимости, у нас это фиксируется с определенным таймстэмпом, попадает в наш чейн, то есть распределяется, мы гарантированно меняем олнера. Окей, переходим более к примерам и непосредственно различные бизнес-кейсы, где блокчейн будет просто must-have. Отличный пример – это с supply chain. Вкратце, у нас есть некий процесс, в данном случае создание продукции, продуктов питания, который начинается от получения зерновых, затем их транспортировки, затем изготовления продукции, ритейлинг, кастомер и вплоть до ресайлинга. То есть полный цикл. При классической бизнес-модели у нас на каждом этапе находится некий клиент-сервер ориентированный сервис, который на вход получает данные, обрабатывает их, передает дальше. То есть есть некая цепочка коммуникации и взаимодействия между всеми этими бизнесами. Опять же, тут возникают вопросы доверия, которые мы рассмотрели, потому что одно подразделение может эти данные записать у себя в базу, потом после того, как будет отдавать дальше, просто эти данные поменяет, либо какие-то там человеческие факторы. Плюс у нас есть некая рассинхронизация. То есть, допустим, стандарты API между участниками при обмене подразумевают набор каких-то документов, каких-то договоренностей, которые могут варьироваться, изменяться, и поэтому из-за этого происходят задержки. То есть банальный пример. Нужно перевести какую-то продукцию за границу, на таможне останавливают, говорят, у вас нету там в форме просто новых требований, мы вас не пропустим. Процесс зависает там на несколько суток. Понятно, это все идет по бизнесу, по деньгам. Поэтому как это мы можем избежать, используя вот peer-to-peer технологию и блокчейн, частную имплементацию данной технологии. Если же мы говорим о децентрализованной системе всей цепочки supply chain, то ноды будут установлены у каждого counter-parties, по сути. И каждый из counter-parties будет изначально обладать все информацией. То есть о документах, о протоколах обмена данными, то есть API формат, data connection. Если будет происходить какое-то изменение в этих всех процедурах, то есть при обновлении данного изменения все участники получат этот апдейт. То есть как бы синхронно будут обладать одними и тем же инструментом для проведения всей цепочки. То есть это очень такой важный фактор. Также в качестве примера мы можем привлечь там регуляторов, если мы за границу перевозим что-то, и регуляторам просто отдать ноду. Держите вам ноду, смотрите, все ли вас устраивает, проверяйте. Плюс мы делаем proof на то, что какие-то передачи между counter-parties, они не будут скромпоментированы. То есть у нас либо проходит транзакция всем участникам, идет синхронизация, и сразу все участники видят актуальные данные, либо транзакции не проходят. Ну окей, то есть два таких кейса. Так, стандарт, но нет посредников. Понятно, нет посредников, уменьшаются задержки, повышается скорость самого бизнеса, минимизация каких-то мошенничеств, синхронизация данных. Также мы можем использовать этих коллекшен, этих данных для уже там big data, допустим, использовать, оптимизировать наши маршруты, бизнес-процессы. То есть тоже так можно посмотреть в таком кейсе. Insurance. Сейчас вот по наблюдениям, большие insurance компании тоже смотрят в эту сторону, потому что insurance достаточно большая отрасль, и мы можем говорить о огромном количестве участников, таких как иншуреры, иншуреры, различные документы, которые в системе фигурируют, такие как всевозможные пейменты, ивенты, контракты. Если же мы получаем иммютабильный леджер, если мы получаем вот эти все преимущества, то уровень доверия к данной системе возрастает. Плюс такая вот большая боль у insurance компании, это как раз вот miss-synchronization, когда одни иншуреры обладают документами, какими-то клеймами на текущий момент, а их партнеры этим, пока синхронизация не прошла. Все. И они, допустим, шлют там запросы, там, окей, у нас такой ивент, давайте пеймент, они говорят, у нас этого ивента нет, у нас давайте синхронизироваться, и вот это все очень затягивается. Как бы одна из таких больших проблем. на данный момент. Что, собственно, блокчейн решает? Воутинг. Вот, по-моему, это такой пример, который просто must-have. То есть просто голосование, ну, мы знаем там достаточно хорошо. Помимо возможных сценариев, когда голоса могут быть скомпрометированы, есть еще сценарии, ну, там, огромного просто. Еще есть вопросы со скоростью подсчета голосов, да, и с привязкой тех, кто голосует, к конкретному месту, то есть к локации, к городу, там, к стране, и куча-куча всяких нюансов. Если же мы говорим о написании системы, которая будет построена на блокчейн для голосования, то есть это могут быть выборы, это могут быть какие-то продукты, нам, по сути, вообще не важно, где мы находимся. То есть нам достаточно иметь наш смартфон, клиент установленный на нашем смартфоне, и мы можем быть вообще на другом континенте. Пруф нашего голоса – это приватный ключ. То есть если у нас есть приватный ключ и наш адрес, к которому привязан наш ID, то, по сути, мы делаем просто транзакцию, и все, данная транзакция просто там очень-очень быстро попадает в сеть. Плюс все данные о переводах, о голосовании, они, по сути, являются паблик. То есть можно сразу посмотреть, сразу построить статистику. То есть не нужно тратить неделю для подсчета голосов. То есть это все онлайн происходит. Еще есть преимущества. Если я являюсь олнером своего ключа, своего голоса, я могу отследить. То есть вот я проголосовал, я вижу результат. Моя транзакция прошла, голос я отдал за тот продукт либо за того кандидата. То есть все это быстро и прозрачно. Единственный момент, где можно скомпрометировать, это либо подкупить, либо украсть приватный ключ пользователя и вместо него сделать транзакцию. Но в таком случае я увижу, что странно, я этого не делал, а вот транзакция прошла, значит, это сделал не я, и можно это все обжаловать сразу. Монетизация. Тоже можно рассматривать блокчейн не только с точки зрения криптовалют. То есть это, понятно, очень удобно разместить какой-то там, допустим, медийный контент и, собственно, делать монетизацию, собирая в эфирах, биткоинах, лайткоинах или каких-то других криптокарнсий. Также можно, опираясь на предыдущий пример у Supply Chain, то есть исключить посредников и просто предоставить систему сервисов на смарт-контрактах, которая будет, скажем, анализировать просмотры либо прослушивание медийного контента и на основании этого распределять вознаграждение участникам данного контента. Также можно там рекламу продвигать, упростить этот процесс, чтобы не заполнять массу всяких документов. То есть в эту сторону тоже есть движение. Ну и, конечно же, финансовая технология, финансовый сектор, куда без него. На достаточно большом промежутке времени есть у нас пруф того же биткоина, что технология работает, что, в общем, достаточно интересная технология. И по наблюдениям, то есть бизнес больше все смотрит в сторону не просто как факта того, что можно перевести, а в сторону какие технологии в финансовом секторе можно построить, опираясь на блокчейн. В качестве примеров это могут быть эксченджи. То есть сейчас подавляющее число эксченджей являются централизованными. То есть мы заводим деньги на эксчендж, на один большой кошелек, и этот, собственно, большой кошелек находится не под нашим управлением, а под управлением биржи. Сейчас тенденция наблюдается в сторону децентрализации обменов, децентрализации эксченджеров. Два основных аспекта – это атомарные свопы и валидатор ноды, на основании которых строится порядка 20 стартапов. Что-то стабильное быстро пока не работает, но в эту сторону движется. То есть когда пользователь обменивается между собой платежами напрямую, напрямую, то есть на смарт-контрактах просто происходит процесс и валидация сделки. То есть если перевел участника А участнику Б, там как бы все, гарантия смарт-контракта, уходят деньги в разные стороны, проверяются конфермы, и, собственно, таким образом у нас происходит децентрализация наших обменов. Ну, понятно, трансфер-пейменты, то есть удобно, быстро, в любую точку мира с минимальными комиссиями просто. То есть можно огромные суммы переводить без оплача какие-то центры. Ну, пейменты тоже есть, микро-пейменты, либо, ну, то есть разные криптокарренси, разные будут под разные цели деланы. То есть если мы рассматриваем на том же эфире какие-то RC20 токены, то есть там утилити токены, то это может быть тоже в этом ключе. Ну, собственно, кратко подытожим преимущества и попытаемся еще раз сделать акцент на то, какие основополагающие вещи при построении нашего бизнеса мы должны использовать. То есть либо же мы понимаем, что, ну, это нам не требуется, поэтому блокчейн здесь будет просто модным словом. Таким хайповым словом, да? Опять же, zero downtime. То есть наше приложение всегда доступно, ближайшая нода, зашли, получили данные. То есть кейса, когда, извините, сервер недоступен, приходите через полгода, то здесь не будет. Вопрос доверия. То есть либо у нас может быть доверие между участниками сети, которые банально друг друга не знают, либо у нас могут быть подразделения бизнеса, которые, ну, хотят как бы валидировать и быть on the same page, что называется, что нет никаких-то там вопросов с изменением данных. То есть это могут быть как private сети, так semi-private или concern. Ну, вот эта штука решается. И мьютабильный data ledger. Ну, понятно. Раз записали, даже если мы создатели там смарт-контракта, либо инициаторы нашей транзакции, все, мы уже не можем ничего изменить. Данные записались, все, proof, proof из коробки. Так, синхронизация данных. Ну, опять же, пример с иншуренса. То есть есть какие-то репорты. Они есть у одного бизнес-подразделения, другое бизнес-подразделение еще не получило. Здесь это как бы минимизация скорости идет. Децентрализация аппликейшенов, ну, на базе смарт-контрактов. И, собственно, общий формат, общность формата данных и стандартов. То есть если мы подписываемся на то, что мы хотим быть участником данной системы, то есть активно ее там использовать, то мы соглашаемся с консенсусом. В консенсусе же прописаны будут все стандарты, API, то есть как, собственно, это все, вся кухня живет. И написание каких-то там прослоек дополнительных, ну, как бы, исключается. То есть у нас все будет поддерживаться. При обновлении же каких-то там моментов у нас автоматически у всех изменяется. Кратко все. Спасибо за ваше внимание. Вопросы, пожалуйста. Первый вопрос относительно применения в случае с голосованием, кто тогда будет заниматься генерацией и выдачей приватных ключей и обеспечивать, что один физическое лицо будет иметь один приватный ключ. Да, хороший вопрос. В принципе, при голосовании можно рассмотреть систему смарт-контрактов, которые будут описывать эти правила. То есть у нас количество токенов такое-то, чтобы стать участником, нужно пройти к KYC для идентификации. Пользователь через там красивый и удобный UI заполняет там свои данные, там, вплоть до там ID присылает. То есть все-все-все идет сбор данных. После чего данный пользователь валидируется, что это действительно такой человек есть, он там проживает. Ну, как бы, вот идентификация пользователя. И ему, как бы, назначается там один токен, например. Один токен, один голос. То есть, ну, можно описать это по-разному. То есть, в том случае нам нужна какая-то синхронизация государственной базы данных и личных лиц? Если мы рассматриваем голосование, ну, в противном случае это будет анонимное голосование. Мы раздали там миллион токенов, мы не знаем, кому мы раздали. Может, кто-то договорился с кем-то и получил сразу там тысячу токенов. И он будет потом, как бы, приходить к нам, как будто это тысяча независимых человек. Поэтому с точки зрения идентификации и привязки там один токен, один голос, нужно пройти процедуру KYC. Это как бы несложно. Есть масса сервисов, которая это предоставляет. Мы активно это используем в тех же финансовых проектах, в тех же биржах. То есть, в принципе, это как бы несложно ни технически, ни юридически. В контексте того, что облачные сервисы вроде Azure и Amazon также предоставляют низкий zero downtime, весьма надежный. Насколько резонно использовать блокчейн в приватных организациях, когда нету, собственно, проблемы доверия? Окей, да. Хороший вопрос тоже. Ну, в общем, в принципе, можно реализовать все, что угодно самостоятельно. Можно там настроить какие-то кластера, бэкапы в разных зонах, регионах. То есть, сделать нашу базу в виде там слайсов и мьютабильных. Это все можно настроить. Когда мы придем к регуляторам и скажем, ребята, вот смотрите, у нас есть классное решение, вообще классное. У нас вот там зоны, все там, все хорошо у нас, там кластера. Мы сделали оно и мьютабильное. Ну, как бы у регулятора два ответа. Либо окей, мы уйдем разбираться с этим там на полгода, чтобы удостовериться, что действительно это то, что вы говорите. Либо они скажут, ребята, зачем вы вот как бы изобретали велосипед? Возьмите просто вот блокчейн, который из коробки алгоритмами подтверждает, что у вас будет там мьютабильность и т.д. и т.п. Вот эти все наборы пунктов. То есть, вот такие варианты. Я имею в виду, какая может быть посылка организации к использованию такой технологии? В конкретном случае одной организации, которая работает с информацией внутри себя, а не с теми и с другими организациями. Есть ли тут такой-то юзкейс, в котором визуально используют блокчейн? Если мы говорим об использовании блокчейн внутри закрытой организации, то, по сути, это приватная изолированная сеть, в которой данная организация может данные менять. И если нет какой-то ноды, которая вынесена за рамки этой организации, и данная нода находится либо у регуляторов, либо у какого-то другого бизнеса, то есть мы не можем гарантировать, ну, потому что у нас сеть изолирована, мы там зашли ручками, поменяли все, ну, условно, или там откатили цепочку. То есть этот кейс возникает, если необходимо, ну, либо со стороны регуляторов смотреть процесс и быть уверенным в том, что нету никаких махинаций. Тогда мы просто отдаем ноду, все. Либо у нас есть цепочка каких-то подразделений, бизнес, да, и мы хотим вот эти вот преимущества, которые вот, собственно, на самом крайнем слайде были. То есть обеспечить. Поэтому мы разворачиваем так называемую консорсум сеть, то есть раздаем подразделением, под организациям эти ноды, и, собственно, организации спокойно себя чувствуют, что не происходит каких-то там махинаций. Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня вот такой вопрос. Предположим, я хочу запустить свой проект. Пусть это будет банковская система. Ну, сейчас понятно, что здесь точно нужен блокчейн, паблик, чтобы все было трастет. Хорошо. Блокчейну уже не один, не два года технология известна. И вот такой вопрос. Почему в Украине нет траста децентрализованных банков? Есть какие-то подводные камни, которые не позволяют это делать? И в чем проблема? Почему в Украине нет банков, основанных на децентрализованных системах? Ну, собственно, проекты есть такие. Когда строили Естер, он на блокчейн переехал, но по ощущениям бизнес только начинает понимать потенциал всей технологии не как пересылки коинов, либо какого-то хайпа на криптовалютах, а как некой технологии, которая фундаментально дает вот это все. То есть короткие. Он только начинает это щупать. То есть большие организации только сюда начинают заходить. Касательно же децентрализованных обменов был вопрос или децентрализованных банков? Ну, вообще банковская система. Почему приватбанку мы должны доверять? Ну, такое, чтобы был банк, которому можно было доверять. Что никто не может мои деньги списать, кроме как меня. Ну, чтобы мы говорили о доверии, допустим, отправке средств финансовых друг к другу, либо продажи каких-то средств, либо каких-то токенов. Это вот все идет в сторону децентрализованного эксченжа. Две технологии, которые я упомянул, это атомарные свопы и валидатор ноды. То есть есть там много стартапов. Но сейчас проблема в том, что технологически сами блокчейн-сети так устроены, что нам нужно, допустим, получить количество подтверждений, конфирмейшн, чтобы быть уверенным, что данная транзакция не будет, откат у нее произведен. Из-за этого возникают дополнительные опции не только с точки зрения разработки, а с точки зрения бизнес-процесса в самой системе. То есть если мы делаем обмен, мы должны подождать при отправке, что конфирмы прошли, не будет отката обратного, потом сделать перевод другой, тоже удостовериться. И это по времени затягивает. И есть различные роды атак еще на это. Это отдельная тема большая. Также, кратко так, да. Спасибо. Давайте еще два вопросика и закругляемся. А давайте эту сторону. Спасибо за доклад. Замечательный доклад. Поскольку все мы здесь так или иначе связываем свою жизнь с блокчейн-технологиями, очень приятно было услышать, что и это можно сделать на блокчейне, и это можно сделать на блокчейне. А в чем, ну скажем так, стремность? Ребята, если бы мы все продавали зеленую краску, мы бы с восторгом услышали бы из перечень всего того, что можно было бы покрасить зеленый цвет. Потому что, ну как бы, мы это продаем, нам это важно, да. Но вот то, что сейчас было, практически все эти задачи человечество решило, ну примерно тысячу лет назад. Ну ладно, 300 лет назад, последнее, придумали товарно-транспортную накладную, две копии и подписаны обоими сторонами. То, что мы теперь это все сделаем на блокчейне, это круто, у нас будет работа. Но что беспокоит, где-то там в глубине беспокойство остается. Есть ли какая-то реальная бизнес-задача, которую до блокчейн-технологий человечество никак не могло решить? И тут вот мы пришли и смогли. Знаете ли вы такую задачу? Ну окей, да, конечно. Вот еще раз можно вернуться к supply chain. В принципе, в гости можно забивать деревянным каким-то или каменным топором, а можно взять инструменты, которые автоматически будут это делать. То есть блокчейн – это как раз тот случай, когда процессы, которые связаны, допустим, с голосованием, либо с supply chain. Да, мы можем это делать, я не знаю, на бумажках это все считать, ночами заполнять, печатать кучу документов. Но можно сделать в связи с технологиями, которые вот proof изначально на уровне алгоритмов, процессы эти ускорить. То есть обеспечить возможность безопасности, синхронизации, агрегирования данных там дальнейших. То есть вот в чем был основной акцент. К тому, что все красить в зеленый цвет, потому что мы продаем зеленую краску, я как бы в докладе пытался как раз и акцентировать внимание на то, что вот есть кейсы, где блокчейн подходит. И хорошо бы посмотреть. Если у нас возникают вот эти вот маркеры, то нам неплохо бы посмотреть в сторону этой технологии. Если у нас этого всего нет, ну зачем нам притягивать блокчейн? Есть кейсы, где без блокчейна никто никак не мог сделать? Интересный вопрос. В принципе, можно решить, можно решить все, что угодно, а как угодно. Вопрос только качества, вопрос скорости, вопрос доверия, вопрос вот это. Если мы хотим покрыть это все, то да, если мы хотим сделать перевод в любую точку мира с минимальной комиссии очень-очень быстро, ну вот биткоин, например. Биткоин или просто доверенные в сети, когда вы своему китайскому другу даете, а ее мама дает кому-то еще время с банка по телефону и решается на сети. Ну окей, я не знаю, стоит ли доверять китайским друзьям и мамам. Здесь на уровне технологий мы получаем пруф. То есть мне не нужно звонить китайской маме, мы просто берем, открываем алгоритм и видим, вот математически обоснованно. Окей, я верю тому, что математически обоснованно. Я не против. Извините, это интересный вопрос. Давайте дискуссию на ее тему, мы продолжим после. Ну окей, давайте кратко отвечу, потому что очень много еще вопросов. Смотрите, например, если мы хотим анонимно делать платежи, то посмотрите в сторону Zcash. То есть там тоже есть математический пруф на то, что вот это все перемешивание. Просто мы не сможем, ну как бы математически обоснованно, что не будет отслежено, кому переслал. Окей. Так технология, она вот просто имплементация появилась. А так вообще об этом говорили очень давно еще. Максим, давай дискуссию на этот вопрос в кулуарах, продолжим. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, вопрос касательно слайда, связанного с голосованием и применением блокчейна в нем. Вы вскользь упомянули, что единственное слабое место в данном случае – это украсть приватный ключ конкретного пользователя и проголосовать за него. И то, в таком случае можно будет увидеть эту транзакцию, понять, что ее совершил не пользователь и каким-то образом оспорить. Но тут возникает вопрос. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в блокчейне основным признаком и критерием валидности в принципе транзакции является подпись этим приватным ключом. Неужели есть какой-то, не знаю, критерий, который выше него по приоритету, который позволяет эту транзакцию оспорить? Просто если есть, то не является ли это еще одной дыркой в безопасности? Потому что если есть, то и его, получается, можно как-то украсть или сфальсифицировать. Да, спорить я имел в виду, ну, то есть я овнер своего голоса, у меня есть ключ, у меня есть адрес, он привязан ко мне. Я иду голосовать, открываю приложение, смотрю, а уже транзакция прошла. И я этой транзакции как бы не делал. Значит, мой ключ кто-то украл. Либо мой смартфон, когда я отошел, кто-то взял, быстро проголосовал вместо меня. То есть вот что имелось в виду. В данном случае мой вопрос скорее связан с тем, как вообще можно, хотя бы с точки зрения технологии или это исключительно вопрос, не знаю, идти в суде, как раз в этом случае. С точки зрения технологии, если транзакция прошла, и она сетью, консенсусом принята, мы уже откатить не получится. А я приду с паспортом на участок и скажу, я этого не делал, что происходит. Спасибо за доклад. Вопросик такой, связанный с достоверностью входных данных, вот на примере supply chain. То есть мы определились с тем, что информация, которая уже в блокчейне, она иммутабельна, окей. Но на каждом этапе, например, в supply chain, там где мы смотрели, то есть есть поставщик, дальше производитель и так далее, и так далее, и так далее, есть какие-то входные данные. Как нам убедиться, что эти входные данные на самом деле достоверны? Изначально это некорректные данные и дальше некорректные данные у нас иммутабильно повторяются в сети. Окей, ну изначально обеспечить автоматизацию сбора этих данных на сертифицированном оборудовании. То есть если мы, ну в качестве supply chain можно рассмотреть такой боевой пример с пересылкой фруктов на бананы в данном случае. То есть когда они собираются, автоматически там фиксируется их состояние, потом они погружаются в контейнер, в контейнер закачивается специальный газ для транспортировки. И там IT-девайсы, например, эти данные собирают. Там о температурах, о времени. То есть автоматически, как бы постараться максимально исключить человеческий фактор, чтобы это все делалось в сертифицированное оборудование, которое будет эти данные агрегировать и уже записывать в блокчейн, распространяя на все ноды. А в принципе, да, изначальную как бы старт, entry point, да, ну если человек вводит что-то в блокчейн изначально ручками, то его можно как-то скромпоментировать. Либо он какую-то ошибку, допустим. То есть уходим от человеческого фактора, переходим к девайсу. Если у нас IT-датчик, у нас ничего не поменялось. Мы не знаем о том, что IT-датчик у нас записал корректную информацию. Мы не знаем о том, что кто-то не взломал IT-датчик и он показывал некорректную информацию. То есть у нас не исключается здесь все равно дополнительные, по меньшей мере, лисы, которые должны постоянно перепроверять это оборудование, то, что оно работает корректно, и перепроверять то, что оно внесло действительно корректную информацию. Да, но достоверность, вероятность возникновения ошибки стремится к нулю. Если мы рассматриваем человека, который там, либо же IT-датчик, который сертифицирован, который там по всем стандартам установлен, у нас, ну, где у нас больше доверия, кому будем больше доверять? Ну, наверное, в сторону вот последнюю. Если мы не атакуем датчик, например. Ну, давайте в калуарах про атаки на блокчейн. Это сбор данных, да. Сбор данных. Но он может быть скомпрометирован, конечно. Спасибо. Хорошо, ребят, это был последний вопрос. Остальные вопросы, пожалуйста, в пятиминутном перерыве. Давайте поблагодарим Максима за доклад. Спасибо.